Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 14 октября, 23 год, 8 день войны в Израиле, друзья. Ежедневно я пытаюсь освещать вот эти события. Мы все смотрим, естественно, новости, все получаем информацию из дома, от наших детей, от наших друзей. У нас все в порядке. Если можно сказать, что все в порядке, да, все в порядке, слава богу. Постоянно мы на связи с детьми. Ашкелон, младшие сыны, боевые войска. Самое главное, что они отписываются, говорят окей, все нормально, у нас все по ситуации. Друзья, в соответствии с этого Болгария. Болгария сегодня тихая гавань. Эту тихую гавань мы выбрали полтора года назад, приехав из Израиля со своей супругой. Тогда не было никаких особых предпосылок безопасности, что-то. Просто была выбрана эта страна, мы здесь купили недвижимость, мы живем здесь абсолютно законно. Мы сначала получили визу Д на основании того, что у меня есть инвалидность. Потом мы оформили вид на жительство и второй год уже его продлеваем. Поэтому, можно сказать, постоянно ездили, ездим и будем продолжать ездить в Израиль, так как гражданство у нас израильское. У нас нет никакого другого гражданства, ни двойного, ни третьего, никакого. У нас с супругой только эти паспорта и, соответственно, вот так мы живем и имеем личную карту, вид на жительство в Болгарии. Сейчас в свете событий очень много, естественно, если мы говорим про молодых людей, про резервистов, которые сейчас защищают нашу страну Израиль от этой террористической атаки. Естественно, никто из них выехать за границу не может, но очень многие люди, молодые семьи, немолодые семьи сейчас рассматривают вопрос именно временного переезда в Болгарию. Друзья, я сейчас говорю просто только про временный переезд, абсолютно временный переезд, чтобы можно было отвлечься от вот этого ужаса ракетных обстрелов. И люди просто думают уехать куда-то на определенное время, потому что да, в каждой семье кто-то воюет, в каждой семье есть дети и у многих есть внуки. И на данный момент в этой ситуации, если кто-то может выехать, вывезти на время свою семью с детьми, с внуками, с пожилыми родителями из зоны, на самом деле, жутких военных действий, из зоны обстрелов, что будет дальше, никто не знает. Армия работает, все нормально, все по алгоритму. Но самолеты летают, но очень много вопросов от подписчиков, как я и говорил, любая информационно-логистическая информация по Болгарии, для тех, кто со мной свяжется по ватсапу, который я даю в описании, никаких проблем, всегда все расскажу и объясню. А так, общее видео по Болгарии, что здесь такое, ребята, это тихая гавань, Болгария на сегодняшний день находится в Евросоюзе, это страна Евросоюза официально, и слава богу, здесь не происходит никаких конфликтов, потому что где-то вокруг, вы сами знаете, что у нас происходит. Болгария принимала, когда началась война в Украине, Болгария приняла очень много украинских беженцев, которые, в общем-то, многие здесь ассимилировались, кто-то уехал дальше, но Болгария была одна из тех стран, которая тоже принимала беженцев из Украины, предоставляла им статус, предоставляла им медицинские страховки бесплатно, и беженец Украины до сих пор может в Израиле получить сразу же, сразу же статус беженца. К израилетянам, друзья мои, это абсолютно не относится, израилетяне статус беженца в Болгарии не получат, грубо говоря, не надейтесь, ребята, потому что Израиль ведет войну с террором, а Израиль не ведет войну с другим государством. Чтобы многие понимали, когда идет война с другим государством, вот в этот момент другие страны могут предоставить гражданам статус беженца, в том числе Болгария, в том числе и другие. У нас в Израиле не идет война с другим государством, это террор, его победят, но поэтому не спрашивайте меня, пожалуйста, какой статус дает Болгария. Никакой. Вы можете приехать в Болгарию на 90 дней с вашим израильским паспортом, с любым паспортом вы можете приехать в Болгарию на 90 дней, не больше. Визы для въезда в Болгарию никому не нужны, ну я имею ввиду сейчас граждан Израиля, граждан Украины, по-моему, России тоже визы не нужны, не знаю. Тут я не могу давать какую-то информацию за другие государства. Итак, если вы хотите прилететь в Болгарию, имеете полное право проживать здесь без каких-либо виз ровно 90 дней. После 90 дней, ну любой день следующий, это будет уже нарушение визового режима и в дальнейшем, ну, наверное, в Болгарию вы не въедете. Нужно ли вам это или нет, я не знаю. Поэтому 90 дней. Если вы хотите больше, вы должны въехать в Болгарию на 90 дней, потом покинуть эту страну на 90 дней и снова можете въехать на 90 дней. Вот, без каких-либо оформлений документов и всего, что с этим связано. Если задается вопрос, как сейчас люди, не имеющие пенсии, не имеющие инвалидности, не имеющие что-то, могут ли получить они долговременную визу Д в Болгарии? Друзья мои, никаких заявлений от болгарского правительства по этому поводу не было. Поэтому все остается по-прежнему. Пенсионеры, инвалиды, имеющие постоянную пенсию, имеют право на получение визы Д и в дальнейшем вида на жительство в Болгарии. Если вы не имеете никакого из этих, никаких критериев, два человека 50-55, дети, нет, друзья, нет, только правило 90 дней. Либо, если у вас есть достаточно большие суммы денег, вы можете оформить торговое представительство. Это стоит дорого, не знаю сколько. Если нужна информация, я вас соединю с людьми, которые этим занимаются. Здесь моих интересов абсолютно нет. Дорого стоит? Дорого. Если у вас есть какие-то корни Румыния, Молдавия, вы можете оформлять румынское гражданство. Но опять, сейчас это абсолютно уже, ребята, не по теме. Поэтому здесь мы определились. Хотите приехать в Болгарию, садитесь на самолет, прилетаете 90 дней. Живите спокойно, никаких страховых, медицинских, обязательных. Это уже ваше право, делайте их здесь или нет. Так, дальше. Самолеты летают. Летают регулярные рельсы Эль-Аль. Бюджетные авиакомпании Ренеер, Визер на сегодняшний день не летают. Но есть ситуации, когда вы можете вылететь в Грецию, оттуда прилететь в Болгарию на бюджетном Визер или Ренеер. Или другие страны. Смотрите, пожалуйста, проверяйте всю вот эту информацию. Вылеты есть? Можно прилететь? Через другие страны или так? Можно. Далее. Жилье в Болгарии. Опять же, временное жилье. Друзья, у вас есть очень много вариантов. Вы можете снять апартаменты посуточно на море, вы можете снять апартаменты в городах, вы можете снять гостевые дома. Друзья мои, учитывайте, что вам это сдадут посуточно. Никто вам не сдаст просто на месяц. Здесь это не очень, здесь это не принято просто. Здесь либо долгосрочная аренда, либо краткосрочная аренда. Очень важно учитывать еще такую вещь, что когда вы хотите снять долгосрок, то так как вы иностранцы и болгарские люди понимают, что вы иностранцы, они должны себя подстраховать. Вы платите месяц и с вас еще могут попросить два залога. Не один залог, а два залога. Ну, потому что они не уверены в вас, они вас не знают. Может, вы взяли договор, сделали на месяц, а ушли через два месяца, не оплатив коммуналку. Ребята, такое происходит. Поэтому здесь не все так просто, как вы думаете. Ой, я приехал, снял на месяц. Да, вы можете снять на месяц и платить посуточно. Никаких проблем. Абсолютно никаких проблем. Все это можно, если нужна какая-то, опять же, информационно-логистическая помощь. Помогу. Звоните бесплатно, ватсапы. Денег это не стоит. Вот. Теперь. Многие люди летят с домашними животными. Кошки, собаки. Учитывайте, пожалуйста, что трудности в аренде с кошкой или собакой у вас будет намного больше. Многие просто не хотят сдавать с домашними животными абсолютно. Ни с кошками, ни с собаками. Не хотят. Имеют право. Имеют полное право. Поэтому, если у вас домашние животные, ну, имейте в виду, вам будет, возможно, намного труднее и, естественно, может быть и дороже. Ну, например, если вы вдвоем с ребенком приехали в гостиницу, нет проблем. А если у вас еще две кошки, ну, сами понимаете, что нет. Валюта. В Болгарии евро. В Болгарии можно обменять доллары. Лучше, если едете в Болгарию, конечно, езжайте с евро. Вот. Обмены денег здесь курса лево к евро, он очень крепкий, он очень привязан. И на сегодняшний день он составляет за один евро дает один лев точка 94-95. Поменять деньги в любом банке, в любом обменном пункте они есть, никаких проблем не составляют. И, друзья, только не... Смотрите, чтобы купюры у вас были нерваные, потому что в некоторых обменках просто не поменяют. Поэтому, если едете, покупайте евро. Не везите доллары сюда. Сотовая связь. Вы можете приехать. Вай-фай, естественно, есть в аэропорту. В торговых сетях, в бензоколонках. Везде есть вай-фай практически. Интернет в Болгарии работает достаточно хорошо. Здесь претензий нет. Вы можете зайти в любой салон сотовой связи. Их очень много. В городах. Можете купить себе сим-карту. По-моему, одна стоит 5 евро на месяц. Но здесь у вас будет ограниченный лимит на интернет. Ну, максимум докупите еще. Если же вы проживаете в гостевом доме, спрашивайте, есть вай-фай. Гостиница вай-фай. Все, что с этим связано. Контракты на долгосрок интернета вам, как жителю, который не проживает, вам никто не сделает контракт. Поэтому просто купили симку, вставили. Никаких проблем. Кончилось. Пошли, заплатили, продлили. Во всех городах, на улицах очень много салонов сотовой связи присутствует. С интернетом проблем нет. Далее. Аренда машины. Друзья мои, здесь тоже есть некоторые нюансы, которые очень важно учитывать. В аэропорту Софья очень много аренд. Вы можете заранее посмотреть. Сейчас конец октября месяца. Намного меньше туристов. И, естественно, стоимость аренды на машины, она уменьшается. Очень важно понимать, что когда вы арендуете машину в Болгарии, здесь надо очень четко, как сказать, смотреть на подводные камни. Потому что маленькие компании, вы везде заплатите залог. Потом смотрите там мелкими буквами, чтобы не получилось, что вы оставили залог там 300 евро, а вам его просто не вернули. Поэтому на сегодняшний день, кого могу рекомендовать из проверенных таких дилеров машин, люди брали, я нет, я не пользовался, это в Софье, топ-рент-такар. Зайдите в интернет, в гугл, посмотрите. Можете арендовать машину через интернет, посмотрите. Имейте в виду, что если вы прилетели в час ночи в Софию, машину вам дадут только утром. Вот здесь так. Здесь тоже уточняйте, пожалуйста, у людей, где снимаете машину, во сколько вы ее получите. Потому что прилетели в два ночи, сидеть до девяти и ждать тачку, не очень, как бы, камильфо. Вот так. Цены. Ну, ребят, многие люди курят. Сигареты, курение вредит, естественно, вашему здоровью. Сигареты в Болгарии стоят очень дешевые по сравнению с другим Евросоюзом, естественно, Израилем. Пачка сигарет это 2,63 евро. Вот. Так что, я почему про это говорю, потому что вопросов тоже очень много. Карточки кредитные. Кредитные карточки принимаются везде. Кредитные карточки, ну, кроме рынков, естественно. Бензоколонки, маленькие магазинчики, магазинчики в селах, лавки торговые, всегда практически примут у вас вашу израильскую кредитку. Или не израильскую, другую. Есть места, конечно, где хотят принять наличку. Ну, значит, там вы не купите. Значит, имеете какую-то наличку. Теперь. Далее. Снятие денег в банкоматах. Очень невыгодная история, ребята. Очень невыгодная. Берут очень большие проценты, что банк... Что в Болгарии, что конвертация шекель, евро, лев за все возьмут. Я просто скажу, что как-то недавно я вытащил с Каспомата в Габрово, по-моему, 300 евро. И заплатил 22 доллара просто за операцию. Поэтому держите лучше наличку. Когда вы платите в супермаркетах, в бензоколонках или еще где-то, там нормальная конвертация идет не грабительская. Но вынимать деньги с Каспомата не нужно. Дорого. Ребята, дорого. Поэтому имейте наличные деньги. Что еще? Антисемитизма в Болгарии нет. Его нет, друзья мои. Болгария очень толерантная страна. Здесь проживают разные слои населения. Здесь живут турки, здесь живут болгары. Здесь католики, мусульмане, христиане. Очень все живут мирно, между собой дружно. Здесь на вас никто в Болгарии косо не посмотрит, потому что у вас кривой нос. Ну, может быть, где-то какая-то, в общем-то. С нами это не случалось. Поэтому на сегодняшний день тихая гавань, такая как Болгария. Невременно переждать о постоянном месте жительства, переезде сейчас, релокации. Я говорить не буду. Посмотрите, пожалуйста, на моем канале. Есть очень много видео, где даются ответы на многие ваши вопросы, которые сейчас у многих людей возникают. Поэтому спокойно. Здесь вы можете гулять с ребенком ночью, где вы хотите, как вы хотите, не чувствуя чувство какой-то опасности. Болгары очень добрые, гостеприимные, улыбчивые люди. Я это говорю, мы здесь живем полтора года. Я, в общем-то, знаю. Говорят. На каком языке говорят в Болгарии? Естественно, в Болгарии говорят на болгарском языке. Это понятно. Молодежь понимает английский. Если вы говорите на русском, вас тоже всегда могут понять. В общем, здесь с языком языковых проблем нет. В Болгарии кириллица, друзья мои. Поэтому для русскоязычных людей вам будет проще считать надписи, указатели. С этим тоже, надеюсь, ни у кого проблем не будет. Такси достаточно недорогое по отношению с другими странами Европы. Недорогое внутри городов. Ну, везде включается счетчик. Я не слышал в каких-то случаях обмана, вы понимаете? Потому что я общаюсь, аудитория огромная с разных стран. Мало обманывают. А может и вообще не обманывают. Поэтому самые главные факторы сегодня – безопасность, спокойствие, воздух, природа. Вы сейчас можете, если вы хотите, конечно. И если вы можете, конечно, пересидеть нелегкое время. Те, кто на самом деле очень сильно морально страдает или еще что-то. В общем-то, это очень достаточно нормальный. Ну, бюджетно я не могу четко сказать, но намного бюджетнее, чем в любой другой стране. И сегодня спокойно. Вот это как бы я могу сказать. В остальном дороги нормальные. Люди добрые. Фрукты, овощи относительно дешево, что-то дорого. Супермаркеты сетевые. Есть все, все продается прекрасно. Цены на продукты. Ну, я не буду озвучивать. Посмотрите на канале. Я делал уже не один раз. Пролистайте просто ленту и поймете. Даром? Нет. Здесь ничего. Здесь нет. Даром не думайте, что здесь все. Не вспоминайте Болгарию, кто здесь не был. Там несколько, 5-6, а тем более 30 лет назад. Совсем все изменилось. Поэтому здесь, ну, естественно, в любом случае, жить, прожить месяц в Израиле и прожить месяц в Болгарии, это в Болгарии подешевле. Но сейчас, наверное, не очень мы говорим про деньги. Сейчас говорится о том, чтобы поспокойнее. Вот. Приезжайте, посмотрите. Я не призываю к какому-то переезду. Мы так и так здесь живем. И я веду сейчас свой Болг вот немножко в другом, не таком позитивном режиме. Как вы видите, меня всегда постоянно на полной улыбке, потому что, конечно, волнуемся. Очень серьезно волнуемся. Сын воюет. Старший сын с супругой, с внуком в Ашкелоне под обстрелами. Спокойствия особого нет, потому что волнуемся за страну. Сердце, так сказать, екает. Но, друзья мои, вы должны думать о ваших близких, о ваших детях, о ваших внуках. Как их на данный момент можно уберечь, спасти нервы. Если есть такая возможность, делайте это. Никого никуда не призываю. Поверьте мне, если бы сейчас, на данный момент, вот что я, у меня белый билет, инвалидность, я могу чем-то помочь отсюда, своим детям, стране, Светлана. Нет, мы не можем. Единственное, чем мы можем, мы морально можем поддержать, рассказать о том, что мы знаем здесь, о том, что мы знаем в Израиле, зачем нам рассказывать. Это уже диванные разговоры. Все это повторение. Враг будет разбит, победа будет за нами. Так и будет. Но с нашей стороны информация по Болгарии может быть дана четкая, полная. И я смогу вас информационно-логистически проинформировать, чтобы при снятии аренды, при снятии машины, вас нигде не кинули, не обманули. Потому что, сами понимаете, когда идет вот такая ситуация, людей, которые хотят нажиться на иностранцах, на тех и на тех, при том, что здесь нажиться могут захотеть и наши соотечественники, естественно. Вы же сами понимаете. Все тут не так все просто. Есть кто бескорыстно, а есть кто ищет еще и где. Вот. По поводу мест проживания в Болгарии. Смотрите. Крупные города. Софья, Пловдив, Варна, Бургас. Это четыре самых крупных города в Болгарии. Софья – столица. Пловдив – культурная столица. Варна, Бургас – это Черноморское побережье. Там находится очень много разных городков. Теперь. Не рекомендую вам снимать Варна и Бургас. Там дороже. Смотрите съемы в соседних. Солнечный берег. Еще что-то. Еще что-то. Там много разных мест. Где чем дальше от аэропорта, что значит дальше 15 километров, аренда будет стоить дешевле. Это если вы хотите море. Естественно, Софья подороже. Естественно, Пловдив еще подороже. Поэтому, если вы финансово готовы, проживайте в Софье. Софья – столица европейского государства. Ничего нового там вы не увидите, кроме казино. Есть, конечно, очень красивые места. Вообще, Болгария – очень красивая страна. Здесь очень много есть, что посмотреть. Просто посмотреть и отвлечься. И на сегодняшний день, наверное, все-таки дешевле, чем на другие. Это дешевле, чем Греция. Подешевле, чем Румыния. Ну, про Турцию мы сейчас не рассматриваем для какого-то временного пережидания. Ну, я не знаю. Кто-то рассматривает Турцию. Не думаю. Опять же, вокруг Болгарии вы сели на машину и поехали. Вам до Турции, Греции, Румынии, Сербии, Северной Македонии недалеко. Если вы сюда приехали, и у вас есть финансы, вы можете сесть на машину. У вас есть родственники в Молдавии. Отсюда вы можете сесть на машину и поехать в Украину. Да, можете. Ездят люди. У вас есть деньги. Садитесь, катайтесь по Европе. Никаких проблем. Все зависит от вашего, так сказать, финансового состояния. Можно все. Никаких проблем. Есть израильский паспорт. Сели на машину. Переехали к границу и катайтесь. Все достаточно просто. Опять же, мой WhatsApp в описании. И спрашивайте. Будьте здоровы и удачи вам.